Подключение ИБП в сеть дома через рубильник. Есть квартирный щиток. В нем вводной автомат и несколько отдельных линий со своими автоматами. Ноль вводного автомата поступает на нулевую шину. Фаза вводного автомата подается на все автоматы дома. Есть зарядная станция, на которой есть вход фазы, выход фазы и ноль. Есть двухполюсный перекидной рубильник. В одном положении рычажка рубильника выходной контакт 1 соединен со входным контактом 2, а выходной контакт 5 со входным контактом 6. В другом положении рычажка выход 1 соединен уже со входом 4, а выход 5 со входом 8. ноль зарядной станции подключаем на нулевую шину. Фазу вводного автомата удаляем и подключаем на контакт два рубильника, а выход фазы зарядной станции подключаем к контакту четыре рубильника. Выход рубильника это контакт один, подаем на питание всех автоматов щитка. Теперь переключая вручную рубильник, можно подключать к дому или основной ввод от городской сети или питание от ИБП. Чтобы ИБП мог заряжать свой аккумулятор, на его вход нужно подать питающую фазу. Для этого введем дополнительный автомат. Фазу с выхода этого автомата подключим на контакт шесть рубильника, а с контакта пять подадим эту же фазу на вход фазы зарядной станции. При этом, если есть напряжение городской сети, то переводим рубильник в положение основной ввод и все автоматы получают питание от городской сети через один полюс рубильника. А бесперебойник заряжается этим же напряжением через другой полюс рубильника. А если нет напряжения городской сети, то переводим рубильник в положение резервный ввод и все автоматы получают питание бесперебойника, а вход ИБП от этого напряжения отсечен. Итак, подключение зарядной станции к сети дома через перекидной рубильник применяется тогда, когда мощность зарядной станции значительно меньше мощности ввода, чтобы обеспечить электричеством только самые необходимые и не очень мощные электроприборы. Полное видео смотрите по ссылке внизу экрана или в описании к видео.